Тройняшки-роженые в Ярославле и их семья обживают новое просторное жилье. Переехать из двухкомнатной в четырехкомнатную квартиру супружеская чета Пшеничновых смогла с помощью правительства области. Появление тройни стало в Красноперекопском районе лишь вторым случаем за последние 20 лет. Это событие не оставили без внимания местные власти. В гостях у тройняшек-новоселов побывала Нина Свечникова. Здесь, в принципе, диван. Мы все практически входим на него. Здесь у нас детская спальня. Многодетная семья Пшеничновых не без гордости показывает новое жилье. В четырехкомнатную квартиру на Соколе переехали недавно. Из тесной двушки в Красноперекопском районе. Просторную квартиру нашли сами, но приобрести ее помогли местные власти. Такая поддержка семье положена. В марте у супругов Пшеничновых родила стройня. Девочки Валерия, Настя и Мария, которым сейчас уже исполнилось по полгода. Чтобы справиться каким-то образом, детишек всех положить, чтобы вместе спать, требуется несколько порок. Один одну качает, второй другую, третий. Вот мы купили такую люльку для укачивания. И третий девочка может, например, кто как по очереди качается, сама засыпает. От прежних жильцов достался хороший ремонт и даже джакузи. Хотя в чем-то новоселам пришлось и самим приложить руки. Одеваем стыльги и вслед запускаем. Начинаем. В джакузи с пользой для здоровья плавает и старшая дочь Полина. Ей пять лет. С рождения у девочки серьезный диагноз – ДЦП. Поднимать детей супругам помогает старшее поколение. В дружной семье бабушки, что называется, всегда на подхвате. Ожидали, что у вас столько внуков сразу? Нет. Это был шок. А теперь даже не представляешь, что один-то был ребенок. Мы так привыкли. Все. Три, так это третий. Это сейчас жилье. В новом жилье супругов Шиничновых в основном все устраивает. Поблизости и детский сад, и игровые площадки. Хотя есть мелочи, которые мешают комфортной жизни. У нас коляска тройная. Дорожки все узкие. Не особо где проехать. Хотя из подъезда есть выезд для колясок, а в самом подъезде нет. То есть это для любого ребенка. Инвалид, не инвалид, там трое, один. Без разницы. Съезда конкретных подъездов почему-то не просматривают. В Красноперекопском районе Ярославля за последние 20 лет родились две тройни. И у всех девочки. Первой тройняшек родила одинокая мама Наталья Соколова. Городской телеканал подробно рассказывала эту историю. Наталья Соколова тоже получила новую квартиру. Они сменили адрес проживания из новой квартиры двухкомнатной. А они по желанию мамы переехали в глубь Красноперекопского района в четырехкомнатную квартиру. В материальном плане, конечно, первая семья у нас не настолько обеспечена. Были поддержки, причем спонсорские средства не только от организаций предприятий и от бизнесменов. Но поддержка была широкая от общественности. Семьям, где родились тройни, помогают и материально. Каждый месяц на каждого ребенка выплачивается пособие в размере минимальной оплаты труда. Нина Свечникова, Максим Сушанов, Городской телеканал.